Вредители растений наносят ущерб не только садоводам и огородникам, но и крупным хозяйствам. Два года назад на одной из предприятий аграрного комплекса области, компанию «Теплица Белогорья», Россельхознадзор наложил карантин. Причина – обнаруженный в растениях западный калифорнийский трипс. Вероятнее всего, этот жучок завезен из Голландии строителями теплиц. Сейчас, можно сказать, длительная совместная борьба с вредителем увенчалась успехом. Подробности у наших коллег из пресс-службы Россельхознадзора. Здоровый, чистый цветок. И нет ничего в нём. Его сразу определить. Вот зашёл, кроме того, это визуально полистует, а когда уже всё, эпидемия началась. Анатолий Васильевич Тарасов – генеральный директор «Теплиц Белогория» по профессии механик. Но в карантинных вредителях с недавнего времени разбирается не хуже специалисты Россельхознадзора. Когда первый раз обнаружили, конечно, мы делали контроль, увидели это всё, очах обнаружили. Но, можно сказать так, что не придали такого большого значения. Думали, ну, сейчас сделаем обработку, и у нас всё получится. Но оказалось совсем по-другому. Вредитель хоть и маленький, без микроскопа его не увидишь, но очень коварный. Западный цветочный калифорнийский трипс – это карантинный объект для Российской Федерации. Это широкий полифак, повреждают самые разнообразные овощные, цветочные, декоративные, плодовые культуры. Хотя на вкусовые качества плодов трипс не влияет и опасности для человека не представляет, но он наносит экономический ущерб тем, что угнетает растения и не даёт им развиваться. А ещё вредитель очень живуч и может появиться вновь. Поэтому в теплицах постоянно вывешиваются клеевые ловушки. На основании анализа, ежедневного, причём анализа, по нашей группе защиты растений проводят мониторинг. И каждый день мы отслеживаем, если на ловушках у нас ничего, то есть и наша совесть спокойная, чиста, что мы смело можем высаживать растения. И это продолжается до последнего дня ликвидации культуры, то есть в течение всего культуроборота. Инспекторы отдела карантина растений и управление Россельхознадзора тоже постоянно держат теплицы под контролем. Вот и сейчас вместе со специалистами лаборатории визуально осматривают растения и снимают ловушки, которые затем исследуют под микроскопом. Все понимают, что надо быть на чеку. Появление вредителя легче предотвратить, чем потом бороться с ним. Светлана Запорощенко, Роман Ушатов, Пресс-служба управления Россельхознадзора для телерадиокомпании «Мир Белогории».